Всем привет, дорогие друзья и любители танковых побоищ! Сегодня у нас в гостях игрок с очень, на мой взгляд, интересным ником Боевой Таракан, который играет на FV4005 в таком вот красивом легендарном камуфляже. В общем-то, что касается самой FV4005, то у меня она есть, и знаете, поначалу она мне прям очень сильно зашла, но потом у меня возникли какие-то с ней трудности, как-то вот вдруг, знаете, бывает такое, вроде бы все идет хорошо, а потом бах, и начинаются какие-то непонятные сражения, в которых ты не можешь ни настрелять, ни победить, и вообще у тебя начинает сильно подгорать от того, что танк, на котором все это происходит, ну он просто начинает тебя бесить. Но, несмотря на все это, я понимаю объективно, что FV4005 это действительно очень опасная ПТ с очень внушительным барабаном, что, собственно, мы сегодня с вами и увидим. В общем-то, прямо сейчас происходит неведомая какая-то просто бредятина. Дело в том, что вся наша команда уехала на СТ направление, и наш боевой тараканчик пытается сам себе тут что-то подсветить, и знаете, остается только надеяться на то, что у него здесь все получится без каких-либо серьезных последствий для себя, потому как это картонная ПТ, которая очень любит по себе все впитывать. Итак, на мельнице засветился ВК-7201, тут же нагло прокатывает FV4005, и наш герой оперативненько раздает полторы тысячи урона. Да, все это, конечно, действительно классно, вот так вот за пару секунд он впердолил по этим негодникам на 1470, но с другой стороны нужно быть максимально осторожным, потому как, скорее всего, сейчас его попытаются отсюда сбрить. Да, вот он, FV4005 очень упорото выкатывает, и наш тараканчик отправляет его в ангарчик, размочив счет до состояния в 1-0. Тут же мы видим, что к нашему ПТ-воду подъехал его совзводный на 62-м. То есть, скорее всего, сейчас 62-ка будет что-то там светить, а наш боец по ее засвету отстреливать. В любом случае, вдвоем здесь будет гораздо сподручнее, и, знаете, скорее всего, 62-й совзводный понял, что на СТ направлении там особо каши не сваришь, поэтому он переметнулся сюда, и здесь совместными усилиями они будут пытаться что-то как-то сотворить. В общем-то, засветился ВК, он по-прежнему стоит на мельнице, подстреливает, судя по всему, направление СТ, но, как говорится, не тут-то было. Наши, ой-ой-ой, а 62-й-то уже шотненькие. Че-то я даже не заметил, кто по нему впердолил. По-моему, 268-й по нему влепил. Да, то есть теперь, конечно, уже агрессивно не посветишь, агрессивно не закатишь, и, скорее всего, исходя из всей этой сложившейся ситуации, теперь уже нашему картонному ПТ-воду придется сниматься со своей гемберской позиции и пытается что-то как-то сделать, потому как на 62-ку лучше здесь не рассчитывать, ее могут минусануть в любой момент, а этого, естественно, никому из нас не надо, точнее, из них. Ага, вон он поехал, Еписем поехал в бой, в атаку понесся, но наш герой по нему, к сожалению, не просадил, еще и словил лампу. То есть теперь 268 и ВК в курсе, где находится наш барабанный бутылковод. Но, в целом, ничего страшного в этом нет. Счет тем временем 2-4, то есть противники в данный момент закатывают со стороны направления, там еще сзади ВК-шечка где-то несет свое боевое дежурство, там же рядышком с ним стоит и 268, то есть можно ожидать упорки с любой стороны в любой момент. Итак, грилятина закатывает в нашего Йоха, делает его шотным, и, в принципе, если сейчас кто-нибудь в него нагло упорится, то можно будет попытаться Йоха разменять. Да, гриль выкатывает, совершая тем самым ошибку, потому как наш герой использовал ускоренную перезарядку и минусанул наглого гриленыша. Сзади на мельнице продолжает нести свое боевое дежурство ВК-шечка, и наш герой остается один против четверых. Да, минусанули его со взводного, к сожалению. Здесь вот в городе был запеленгован барабанный Т-57 Хэви, который шотный, естественно, надо минусовать стволы. Да, вот он выкатывает Хэви, тут же улетает в ангар, сзади нарисовывается Еписюн, который фугасами, ты глянь, ах ты негодник, решил фугасами пострелять? Ну-ка, держи в Бартину. Рожь минус Епись. Прошу прощения за Еписюна, если вдруг это кого-то обидело. Но по-другому его не назовешь. По крайней мере, в этом бою Епис играл как сам натуральный Еписюн. Ну а тем временем против нашего Таракана остаются еще два очень опасных противника. Это 2-6-8 и тот самый ВК-7201. Кстати, для тех, кто вдруг подумает, что это нубка, то нет. Сразу говорю, это не нубка. Ну а вот по поводу статистики нашего бойца можете вангануть в комментариях. Я думаю, заметно, да, что он немножечко не статист, ну а более конкретно можете попытаться вангануть в комментариях. Будет интересно посмотреть на то, сколько из вас все-таки угадает по поводу его статы. Ну да ладно, тем временем наш герой закатил уже на вражеский респ. Он все-таки, судя по всему, надеется, что 2-6-8 также сидит на респе в ПТ-кусту, а ВК, видимо, он надеется, что также дежурит на мельнице, развернув хобот в сторону флага. Ага, нет, уже видно, что кто-то поехал на поиски нашего бойца. Вот кто-то из них встает на флаг. Видимо, они оба туда закатили. Так получается? Нет, не так получается, потому как 2-6-8 стоит на мельнице. Ловит он лампу, но, к сожалению, для него он не понял, откуда он ее словил, поэтому он начал сдавать назад и попался в такую вот, знаешь, барабанную паутину. Остается 2-6-8 шотным, ВК продолжает фармить захват базы. 2-6-8, теперь уже понимая, откуда по нему стреляют, пытается сдать куда-то назад. Но нет, сейчас буквально какой-нибудь шальной фугас отправит его в ангар. И да, так и выходит, наш герой фугасом отправляет его 26 хитпоинтов на заслуженный отдых. Весь бой этот 268 просидел на своем респовом кусту и, наверное, лучше бы оттуда и не вылезал. А то вылез, как говорится, и сделал себе только хуже. Ну да ладно. Ага, вот он, ВК-шечка вкатывает у нашего бойца, готов целый барабан. Он начинает лупить по нему в борт. И вот здесь, смотри, ВК доворачивает. Можно стрелять в борт, но наш герой по неопытности, видимо, может быть, по незнанию, может быть, просто в пылу сражения выдал, ну, попытался выдать голдой в НЛД. Но туда не залетает даже ПТ-голда. Поэтому, конечно, если ВК подставляет борт, то лучше стрелять только туда. В общем, до конца этого побоище остается уже 6 секунд. Наш ПТ-вод вступает в последний замес. Да, ВК не пробивает его фугасом в борт и отправляется в ангар. В общем-то, друзья, вот такая вот бойня. На мой взгляд, очень интересное побоище от достаточно скиллозависимой ПТ. Наш герой, как мне кажется, проявил просто какие-то чудеса живучести. Раскидал всех, кого только можно. Его команда, естественно, дала ему такую возможность. Они все благополучненько поулетали в ангар. Давайте посмотрим статистику всех участников этого побоища и оценим то, насколько успешно вы ванганули. У нашего бойца 57% побед. Ну, в общем-то, а я же говорил, он не совсем статист. Ну, то есть, еще немножко не дотягивает до статиста. Но, в общем-то, играет он очень и очень здорово. Мне понравился его мувик в том, что он заехал со стороны респа к врагам, можно сказать, в тыл. Ну, то есть, к 268 он точно заехал в тыл. 268 вообще его оттуда никак не ждал. Да, в начале, конечно, наш ПТ-вод сидел пассивно в кусту. Ну, как пассивно. С другой стороны, это картонная ПТ, на которой по-другому, в принципе, играть, ну, не то, чтобы невозможно. Ну, по крайней мере, очень сложно и очень опасно. То есть, ехать на ней куда-то вперед, прям атаковать в первых эшелонах, ну, конечно же, не стоит. Тебя моментально сбреют. Моментально тебя отправят в ангар, дабы ты успокоился. В общем-то, вот она, более подробная статистика нашего бойца. Мы видим, что 40.05, по-моему, это его любимая единица техники. Да, вот у него есть Чифик, есть Криос, но 40.05 это самое, так сказать, часто играемое ПТ в его ангаре. На этом у меня все и до скорых встреч!